Всем привет! Я Дима, и я расскажу вам о цивилизациях, которые не основные. Руини. Руинисты очень любят руини. Каждый раз, когда мы видим руини, у нас прям ваш мозг начинает чесаться. Это как сообщение, которое прошло свое время о том, что посмотрите на какие дела, я их сделал, вы их видите, меня уже нет, но вы их видите. И у тебя прям воображение воспаляется и уплывает рисовать какую-то драму, которая произошла при том, когда было общество, которое могло создавать какие-то большие вещи, а потом его не стало. Но кроме туристов с разыгравшимся воображением, есть еще ребята, которые изучают профессионально то, почему этих обществ сейчас нету, это археологи. И за последние десятилетия у археологов появилось множество таких новых штучек, которые позволили узнать много чего об историях того, как там, где люди были, их уже нет. Это радиоуглеродная додировка, это додировка под ревесным кольцем, это изотопный анализ домных обложений, полинологические керны и много еще чего другого, что позволяет узнать то, что раньше было под покровом тайм. Почему падают цивилизации? В основном это такие естественные причины, как землетрясение, изменение климата, засухи, эпидемии и завоевание. Но есть цивилизации, которые исчезли и без помощи всех этих вещей, то есть благодаря своим собственным решениям. Вот это уже интересно. Об этом и будет наша лекция. Но для начала, что расскажет нам о таких сценариях экономика? В экономике есть такое понятие, как трагедия общинного поля, также известная, как трагедия общих ресурсов. Суть этой модели в том, что существует некое гипотетическое поле, на котором фермеры выпасают скобус. И на нем есть определенное количество травы. Это количество травы, оно ограничено во времени. То есть есть определенное количество, которое можно съедать каждый день, и ее количество не уменьшится. И оно называется экологической несущей емкостью ниже. Запомните этот термин. Если же животных становится больше, и нагрузка превышает эту емкость экологической ниже, то еды всем начинает не хватать, трава не успевает отрастать, ее вытаптывают, животные болеют, дальше начинается эрозия почвы, и все умирают. Сейчас тот же сценарий происходит в океанах с общей рыбой, такой же сценарий происходит в общих лесах, которые вырубают. В 2006 году за исследование этой проблемы Элеонор Остров получила Нобелевскую премию. Так что это серьезная вещь. Но если подумать, то тут есть социалисты. Первому социалисту первое, что придет в голову, это сказать, что да ладно, в реальной жизни такого не будет. Люди же они не глупые, они могут взять, собраться между собой, договориться, организовать цельсовет, и сказать, что там не больше шести коров на ферму, и все. И больше поле не будет съеденным, и все же будет дальше счастливым. И ему каждый капиталист ответит, что типа, да нет, все не так. Надо просто взять, поделить поле на частные участки, и пусть каждый выпасает столько, сколько сможет, и дальше рынок сделает все дела. Ну и там в этой работе Элеонор Остров было несколько менее очевидных решений, и после этого кажется, что решение проблемы очевидно. В реальности такого же не могло произойти. И вот теперь вспомним про наших ребят-археологов. Остров Пасхи. На нем есть такие большие каменные головы, которые называются муаи. Они стоят на еще больших каменных платформах, которые называются Аху, и это все построили местные индейцы. Были, конечно, ученые, которые пытались доказать, что это не так, это все инопланетяне, но, в общем, археологи бдят, и они смогли с помощью определенных методов, вышеупомянутых, выяснить историю этого острова. Итак, колонизирован он был где-то между 4 и 9 веком нашей эры, полинозийцами. И это был остров, он был покрыт лесами на момент колонизации. И, что интересно, колонизирующие его индейцы быстро распались на несколько племен, но они между собой не воевали. Они сосуществовали с собой мирно, обмениваясь ресурсами. Там кто-то добывал еду, кто-то добывал камень, кто-то что-то клепал из дерева. Но между этими племенами возникла конкуренция по постройке вот этих вот больших каменных голов. Моаи. И технология постройки этих больших каменных голов, она была очень деревозатратной. Они использовали спиленные стволы деревьев, чтобы из них выкладывать некое подобие рельс. И человек 40-50 за веревки из канатной коры тащили эти деревья, работая синхронно, как грибцы на лодку. И так они перемещали эти огромные статуи. Их вес от 35 до 55 тонн. Это довольно большие у египетских пирамид. Но проблема в том, что в результате этой конкуренции лес на острове начал быстро заканчиваться. И с этим был связан ряд проблем. Потому что лес защищал почву на острове от эрозии. То есть он был сам по себе источником еды, потому что там росли пальмы, орики, из которых можно было кушать. И из этих больших пальм также делали каноэ, на которых плавали и уловили рыбу, дельфинов в океане. Но постепенно лес заканчивался в этой бездумной конкуренции. И в итоге к 1600 году лес на острове закончился совсем. И суббили последнее дерево. И последствия этого, конечно же, были довольно плохие. Потому что началась эрозия почвь, соответственно, сельское хозяйство стало менее продуктивным. Из-за того, что меньше еды, нет еды из леса, меньше еды из сельского хозяйства, возрастла пищевая нагрузка на морских обитателей вокруг. Морских обитателей, естественно, не выдержали такой нагрузки. Они тоже закончились. Ну да. И дальше начался голод, каннибализм, войны. После чего к открытию этого острова европейцами в 1650 году, то есть через 50 лет после того, как суббили последнее дерево, население острова сократилось в 15 раз. Вот это, кстати, каменные головы с реконструкцией полного оздобления. Вот эти вот штуки из красного вулканического камня называются пукаву. Их восстанавливали археологи. Но сам сценарий того, как вылетает одно единственное звено экологической ниши, то бишь лес, и это тянет за собой истощение всех остальных экологических ниш, что в итоге приводит к упадку цивилизации, которая занимала эту среду. Запомните этот сценарий, мы к нему будем возвращаться еще часто. Не знаю, для экономии времени предлагаю его называть сценарием белого пушного леса. Вот у этого в правильной ассоциации. Дальше. Острова Питкерн. Есть такой архипелаг островов, опять-таки, в Полинезии. И они были заселены в 800 году нашей эры. Тоже полинезийцы. Значит, три основных острова этого архипелага, это Питкерн, Хендерсон и Мангарева, которые на этой карте нету. Но она выглядит приблизительно как вот этот потолк, только в три раза больше, и там посередине еще несколько гукав. Самый большой остров, который был заселен первым, это Мангарева. И на этом острове было достаточно зелени, чтобы там можно было вести сельское хозяйство. Там росло достаточно деревьев, источники пресной воды, но у него был один критический недостаток. На этом острове не было твердых пород камер. Ну, для сравнения, это приблизительно как если бы у нас в стране, для современного общества, у нас бы не было железа. Без него жить там туго, там нельзя делать какие-то там скребки, ножи, долота, и без этого всего жизнь тяжела. К счастью, за 400 морских минут оттуда был вот такой вот остров Питкерн. Это полностью вулканический остров, на нем практически нет плоских территорий, на которых можно что-то там возделывать. У него очень крутые берега, вокруг которых нет коралловых пивов, на которых можно ловить рыбу, источников пресной воды на нем мало. Но там есть мелкозернистый базар, который твердая порода, и вулканическое стекло, которое тоже твердая порода, которые валяются прямо на поверхность. И его переселенцы с Мангаревы колонизировали, основали там небольшое поселение, на котором выживало где-то сотня людей, которые отгружали постоянно твердые камни на Мангареву, а с Мангаревы туда завозили их. И третий остров, который тоже находится примерно за 200 морских миль, это Хилдерсон. На нем критически важных ресурсов особо нету, но это коралловый атул, который сам по себе поднялся над землей. Вокруг него очень много коралловых рифов, и прямо они доходят до прибрежной зоны, плавно переходят в берег. Там полно легкодоступных амаров, крабов, рыбы. На нем была огромная колония морских птиц, и на его берегах размножались зеленые черепахи, которых там можно было найти в любое время. Но если грубо описать, то это в итоге основной остров для жизни, остров ферма, остров каменоломня, кузня и ресторан. И между этими островами была постоянно торговля. И, естественно, от этой торговли больше всего получали профитом те, кто владел флотками. И, соответственно, индейцы, ушлые полинезийцы, разделились на несколько конкурирующих фракций, каждая из которых наращивала свой торговый флот, пока на Мангарелии не закончилось дерево. Дальше имеется тот же сценарий, имеющий кодовое название белый кушнолис, когда заканчивается дерево, больше нагрузки на прибрежные воды, эрозия почв, есть нечего. Но что хуже того, со временем канои, которые они построили, они тоже пришли в недобность, а новые построить не из чего. И, в общем, Мангарева перестала вести торговлю с островами Хемберсом и Питкен. И, когда их открыли европейцы в 1797 году, там уже, ну, у них были только плуты из мелкого кустарника, которые можно построить. А вот на островах Питкен и Хендерсон нашли только скелеты первого поселенца, потому что это были острова, которые были тотально не приспособлены для самостоятельной жизни, и, там, те 100 с небольшим людей населения, которые там были, они поддерживались искусственно за счет торговли с Мангаревой. Это очень интересный пример с точки зрения того, как взаимозависимые общества могут рушиться, если один, там, ключевой торговый хаб по каким-то причинам не сможет выполнять свои действия. Ладно, острова островами перенесемся на континентальную Америку. Да, вот эта вулканическая пещера на Питкене, вот там весь остров приблизительно вот так выглядит, это руины столицы цивилизации Анастазии Хуэблобонита. В данном случае это фундамент шестиэтажного квартала. Вот, то есть там на этих всем были здания в шесть этажей высотой, и они занимали территорию каньона Чак. Это где-то на границе Мексики и Соединенных Штатов. Вот, значит, первые поселения в этом районе появились в районе первого года нашей эры, то есть в самом начале. Их упадок приходится на ровно 1117 год. Вот, и у этой цивилизации было целых три типа земледелия, которые приспосабливали его к окружающим условиям, потому что там был нестойкий пивот, там засухи и дожди менялись циклами, причем они по-разному менялись над разными районами. И там было три типа земледелия, которые базировались на сборе дождевой воды, на сборе воды, которая стекала с горных ручьев, и на использовании грунтовой воды. И у индейцев Анасази была интересная система обмена пищевыми ресурсами. Значит, поскольку климат в разных областях вокруг этого каньона Чака был нестабилен, у них было много таких фермерских поселений в разных концах этого каньона, они все сходили с такими дорогами в столицу по планетам, где проживала их элита. И, значит, столица собирала в виде налогов часть еды и перераспределяла эту еду в пользу тех городов, у которых выдался неурожай. Вот. И эта система функционировала больше тысячи лет, так довольно неплохо. Но к 1100 году начались проблемы, потому что начал меняться климат, и за чередой дождливых лет последовала череда гораздо более засушливых лет, чем до этого. Значит, какой эффект это произвело? Во время дождливого периода урожай во всех городах метрополии, так сказать, они были выше, и в них выросло население. Это цикл в несколько десятков лет. То есть население выросло. И из-за этого во всех городах метрополии одновременно голод с возросшим населением, столица никому еду не хочет выдавать, начинаются грабежи, ну и дальше все по известному сценарию, где войны, голод, каннибализм. Да. Белый полярный лист может вам постучаться, даже если вы живете в очень жарком регионе. Дальше. Следующая цивилизация их соседей, это... А, это столица. Храмовый квартал этих Анасази. А вот это цивилизация Майя. К концу первого века оценивается, что у цивилизации Майя было около пяти городов с населением более 10 тысяч человек. В Европе к концу первого века не было ни одного города с населением более 10 тысяч человек. В общем, пиковое население всей этой империи Майя оценивается в порядка 40 миллионов человек. Ну и занимали они довольно большую территорию, там практически всю современную. Гондурас, Панаму, Эквадор. Да. И еще у Майя было несколько похожих черт с нашей Киевской Русь. Во-первых, они никогда, ну практически никогда за свою историю, они не были единым государством. Это была куча городов, которые постоянно бессмысленно и беспощадно между собой воевали. У них также не было колеса, у них не было вьючных животных, и из-за этого все военные припасы надо было таскать на спине грузчиков, которые нанимали для солдат, что превращало военную логистику просто в какой-то ад. Но они все равно продолжали между собой воевать. Упорные ребята. И еще у них есть одна близкая черта с нашей трипольской культурой, а именно подсечен огневой метод земледелия. Если вы вдруг собираетесь основывать свою цивилизацию, не используйте этот метод земледелия. Это ничем хорошим для вас не закончится. Потому что подсечен огневой метод земледелия, он очень сильно истощает почву, и города майя, они столкнулись с этим, ну вот, к... все к тому же, к концу... к 800-му году. К 800-му году нашей эры города майя постепенно находили себя в окружении опустыненных земель, и больше они себя содержать не могли. И дальше. Гренландия. Мое любимое место, серьезно. Гренландия — это очень гостеприимное место. Значит, на данный момент там раскопано 5 цивилизаций... извините, 6 цивилизаций, а 5 из которых вымерли в попытках ее колонизировать. Вот. На севере Гренландии там найдено 2 цивилизации. Значит, им пока что даже не дали имени, потому что там очень холодно, чтобы проводить раскопки. Они просто называются Индепенденс-1, которая там существовала с 2400-го по 1300-й год до нашей эры, и Индепенденс-2 с 800-го года до нашей эры до первого года нашей эры. Названы они в честь корабля, на котором туда приплывала археологическая экспедиция. Дальше. Это только север Гренландии. На юге Гренландии была известна Сакакская культура с 2500-го года до нашей эры по 800-й год до нашей эры, и Дарсетская культура с 700-го года до нашей эры по 200-й год до нашей эры. И они тоже не смогли. Но, конечно, самая эпичная попытка колонизировать, более того, самая последняя, ее предприняли викинги. Кстати, они никогда не настили рогатых шлемов. Да, значит, викинги все делают эпично. Серьезно. История колонизации, легенда, по которой была колонизирована Гренландия, это просто что-то с чем. Значит, по легенде, ее колонизировал Эрик Рыжий, тот самый, который открыл Америку. И произошло это следующим образом. Он приплыл в Америку, мгновенно пересворился со всем местным населением. Местного населения в Америке было много, и у них были луки. И, в общем, им пришлось оттуда срочно уплывать, иначе вы их там всех застрелили из луфка. Но, в общем, не понравилась Эрик Рыжий Америка, и он решил, он сделал поселение в Исландии и Гренландии. И в Исландии первое, чем занялись викинги, это сожгли весь лес под пастбище. Мы же викинги, мы можем. После этого викинги, гренландские викинги, они были очень верны культурным традициям Европы. С животноводством, которое викинги принесли с собой в Гренландию, они сохраняли все традиции животноводства в Норвегии, при том, что они были в совершенно других условиях. Они самый большой приоритет отдавали коровам, которые там полгода пасутся, а полгода их нужно сеном кормить. И вот те полгода, которые не могут пастись, потому что в Гренландии там зеленый период всего 6 месяцев, остальное все зима. Викинги были предели, они готовили сено для коров. Лучше приспособлены к условиям Гренландии овцы и козы. У викингов пользовались меньшей популярностью, потому что корова это круто. Потому что так было в Норвегии. Да, значит, лес в самой Гренландии они сожгли, но за деревом плавали на острове Ньюфаундленд. За деревом они, соответственно, могли плавать только в теплое время года, тогда же, когда им нужно заготавливать сено для коров, потому что в остальное время там была куча айсбергов и не проплыли. Сжигание бессоима еще улыбнулось тем фактом, что если твой дракар вдруг попадает в бурю и ломается, то чтобы построить новый, тебе нужно дерево, чтобы получить которое, тебе нужно на дракаре сплавать в Ньюфаундленд за деревом. В общем, это не те ребята, которые искали легких путей. и самое веселое. В 13 веке на острове в Гренландию начинают проникаться в Ньюфаундленда инуиты. Это такие американские чукчи, которые за ним жили в основном морской охотой. Как ни странно, это единственная цивилизация, которая в Гренландии живет до сих пор. Как вы можете понять, они были довольно хорошо приспособлены к выживанию в суровых условиях, но и викинги могли бы у них кстати чему-то поучиться. Но это же викинги. Все, что в викинских летописях упоминается о инуитах, они их называют скреллингами, это с норвежского переводится примерно как недочеловек, и если скреллинга порезать мечом, то он заживает очень быстро. Из этих записей можно некоторые выводы сделать о взаимоотношениях гренландских викингов и инуитов, ну и соответственно это тоже не принесло ничего нехорошо, хотя могло бы быть время от времени они все-таки торговали и обменивались, как показали археологические находки, но это было не так. Берем этого чувака, который вообще из компьютерной игры, который к викингам не имеет никакого отношения, вот вам руины фермы в Кардерике. Дальше. Викинги были реально верны европейским традициям. Когда Норвегия приняла христианство в 13 веке, гренландские викинги тоже приняли христианство. У них даже был свой епископ в Гренландии. И к ним там плавали торговые корабли, они были торговли с Европой. Основные товары, которые они себе привозили, это была церковная утварь, украшения и европейская одежда от кутю. Это, естественно, викингам было нужнее, чем железо и дерево, потому что они викинги, они могут. Ну и в общем завершилась эта 450-летняя история, они в этих условиях прожили дольше, чем, например, существуют Соединенные Штаты всю свою историю. Завершилась эта история просто серии холодных лет, когда лето было еще меньше, чем эти 6 месяцев, зима была дольше, соответственно, они не доедали. В итоге крайние фермы за эти несколько холодных лет просто опустили, оттуда народ переселился к центральным фермам, там еды на всех не хватало, ну и дальше вот белый пушной полярный лист пришел именно туда, где ему наконец-то самое место, он там действительно обитает. Что самое интересное, даже под страхом голодной смерти викинги оставались верными своей традиции. Эрик Рыжий за 4,5 сотни лет до этих событий он траванулся рыбой и своим потомкам он завещал не есть рыбу. Рыбы было полно в Гринландских речках и в Ледовитом океане вокруг ее, в принципе, тоже можно было наловить хоть с берега, но по страхам голодной смерти викинги все равно не начали есть рыбу. Да, они умерли от голода. Вот, на этом закончилась история гринландских викингов и в них остались только Хэп. Ну, в общем, как мы можем понять из этого всего, для того, чтобы вот этот вот мир, который есть вокруг нас, чтобы он просто вклад и перестал существовать, для этого не нужны какие-то катаклизмы из голливудских ботбастеров. Для этого достаточно просто наших действий, которые имеют за собой постепенно накапливающиеся последствия, которые медленно точат экологические ниши, которые в один прекрасный момент просто вылетают, а дальше эффект домино, и от цивилизации остаются вот такие вот пищные камни. Кстати, вы задумывались, будет ли кто-то вот так дальше в будущем смотреть на остатки наших небоскребов и торговых целей? Да. Дальше должна была бы быть статистика про исчезновение лесов, про подъем уровня мирового океана, про глобальное потепление, про деградацию почв, про темпы роста раковых заболеваний в Китае, но проблема в том, что это все бесполезно. Это все не работает, потому что наш мозг сформирован таким образом, что факты и статистика и цифры это все дает нам только мысли. Но мы все еще действуем на эмоции. И факты и цифры это не что-то, что вызывает у нас эмоции. Это делает нас крайне плохо приспособленными к угрозам, которые наступают по чуть-чуть. То есть на уровне действий глобального человечества в целом оно не сильно далеко ушло от той лягушки, которую можно кинуть в холодную воду, поставить на медленный огонь и она сварится. А если ее кинуть в кипяток, она сразу же оттуда выпрыгнет, потому что горячо ошпаривается. Это делает нас очень уязвимыми перед такими проблемами, как глобальное потепление. Эта штука реально может нас убить. И мы реально плохо приспособлены к тому, чтобы с ним бороться. Ну, в принципе, что тут еще можно добавить. Что делать? Сокращать потребление. Это то, что нам придется делать в любом случае, чтобы вылить. Если все люди будут на планете жить так, как живут самые развитые страны мира, то есть Евросоюз, сейчас уже Китай, Соединенные Штаты, нам не хватит экологической емкости и пяти земель. У нас есть всего лишь одна. И она постепенно рушится. Ну, в принципе, не все так ужасно. В последние годы там возникает тренд на экологию и реально много компаний, частных транснациональных корпораций и правительств, они предпринимают усилия в том, чтобы уменьшить урон среди. И на самом деле на каждой из названных примеров падения цивилизации можно найти контрпример, где люди в аналогичных условиях смогли все-таки принять нужные решения и выжить. С обезвесиванием сталкивались Япония и Германия и они смогли с помощью государственного регулирования это остановить, выпустить анархисты. С потери почв на острове сталкивался остров Тикопия и они все-таки смогли построить у себя эффективную фермерскую систему и выжить. Ну и Исландия как бы просто поменяв свою систему земледелия и поменяв свои привычки поведения поведения сельского хозяйства и скота они смогли выжить в тех же условиях в которых греландцы не смогли выжить. Поэтому давайте что-то делать пока не поздно. Спасибо. Вопросы? Сказал, что они в общем цивилизация рухнула в 1818 году. Это из-за уникальности географии. Дело в том, что в этом каньоне Чако там живут такие древесные крысы, которые копают очень глубокий нор. И они тащат к себе много всякого хлама. Туда, ну точнее тащили по каньоне Горьки. Но для археологов это просто как капсулы времени. И придачу к всем вот этим методам датировки археологи смогли по вот этим крысиным нормам определить, что разграбление столицы Пуэглубонита приходится именно на 1117 год. Очень странная история. Да. Ну серьезно. Вот короче книга Коллапс Джареда Займонда. У него там в конце есть ссылки на конкретные исследования и норы древесных крыс позволили установить. Просто чтобы это что-то в Европе с трудом для тебя что-то в источнице до года за счет относительности событий. У нас есть письменные источники и все говорят 30 лет после того как был большой пожалов или большой депрессей. Мы это знаем. Если у нас нет письменных источников от чего мы отчитали этих крыс. Но это не существует. Там комплекс из письменных источников крыс древесных коры и всего вместе. Именно в этом случае можно определить точно его. На нем выжили? Я же говорил. Его открыли европейцы и у них уже не было каноэ у них были плоты. Конечно с плотами им было не так хорошо жить как с каноэ там вымерло только острова питкерный хендерсон. На мангарелле осталась небольшая популяция которая сократилась где-то на треть относительно периода прористания.